приветствую вас у себя на канале ну и что сегодня в продолжении наших славных дел как вы все знаете или еще не знаете вчера геолерасу сожгли машину его mercedes сгорел под домом вот эти кадры видите пожарные тушат ну что гео политизирует этот поджог то есть он говорит о том что это намек власти ему что за ним следят его видят за ним смотрят ну и как-то грубовато хотя почему грубовато если как вы все помните 11 августа андрею богдану тоже сожгли его теслу вот эти кадры человек идет подходит машине присаживается и жигается поджигает естественно богдан комментируя это событие сказал что ровно полгода назад как он подал в отставку и ушел из офиса президента и в этом он видит знак что ему опять же власть дает намек не знаю что они за ним следят что него смотрят что они его запугивают как-то все это грубо вы понимаете бенефициар этого всего так же как и с делом навальным является власть ну а что другое приходит на ум мне лично никак грубо да не красиво да а по другому умеют нет не умеют в том-то вся и фишка что они не умеют по-другому поэтому действуют как в лихих девяностых как воспитывались вот так и продолжают к сожалению это все очень выглядит печально это все выглядит дико и никакой никакой поджог машины не разрешит политического кризиса который сейчас назревает в стране к сожалению президент оказался слабовольным и закрывающим глаза на все что окружает его то есть у соседа я вижу все обрывно у себя в глазу у соседа я вижу у соседа я вижу все обрывно в своем глазу я не замечаю что можно сказать можно сказать что деградация продолжает ничего хорошего с этого не выйдет во всем этом должна быть твердая рука власти и закона до тех пор пока без власти существует то и такие поджоги будут продолжаться сегодня избирается мера пресечения 14 задержавших людям которые напали на автобус сторонников партии опзж и это расстреляли мирных людей естественно белецкий открестился от этого всего его заявление можно найти в сети оно выезд в свободном доступе но что меня порадовало в этом заявлении то что он сказал что даже если бы это были и мы то этих людей нужно наградить приветствую всех украинцев доброй ночи кажут что сегодня невыдомые патриоти перетнулись на трассе киев-харьков с тетушнею и лекивы и скажем так немного посверлился и это надзвичайно хвилюе ну нас так патриотов края не кажут что затримали там 14 хлопцов я наскольки мне видимо ци люди не мают жодного стосунку до цієї ситуации если мают то я сподіваюсь что служба безопасности украины яка повинна цим заниматься генеральная мая на увазе сепаратизмом так генеральная прокуратура украины будут мать хотя бы там в цьем плане волю и совесть и какой-то характер и нагородять хлопцов медалями за борьбу с сепаратизмом ну и все на тому памятаймо что если не остановить медведчуковские банди сегодня то завтра мы получим лднр в киеве харкове одессе полтаве и черкасах слава украине ага то есть ты пошел кого-то убивать убил тебя нужно наградить не убил тебя тоже нужно наградить не абсурд ли мысли билецкого как так может быть я просто я просто в шоке то есть ну естественно покрывается весь нацкорпус эти все ополчение властью потому что если вы власть их нам не покрывала и бы закрыли через пять минут и бы тут же всех нашли арестовали потому что агентура существует все знают кто чем занимается как занимается кого крышу и что крышу и кого убивают а так как им не надо власти не нужно закрывать эти ополчения а наоборот они подогревают и лично наверное министр по моему суждению министр лично курирует вот этих нациков для своих целей для того чтобы давить на нужные рычаги и управлять политическими процессами в стране выглядит это все как банда пришедшая к власти и теперь разваливающая все подряд абсолютно без без никаких без никаких правил и без никаких то есть это джунгли какие-то то есть здесь не может быть ни правил не может быть никаких других идей идея одна кто сильнее тот и прав у кого в руках ружья тот и прав ну и два слова что случилось в европе как вы все знаете или не знаете в европе опять начались уже очередная волна протестов швеции умники сожгли коран вот здесь ну и на этой волне естественно взбунтовались все арабы жечь священную книгу это самый большой грех противостояние будет очень сильное и это просто так не закончится и последнее до тех пор пока не будет порядка будет беспредел до тех пор пока действительно власть не покажет что она власть и что она держит под контролем преступников нарушители закона людей которые пытаются раскачивать ситуацию то естественно будет продолжаться вот это ваханалия которая сейчас есть в стране ну что я могу сказать я желаю всем удачи я хочу чтобы у вас все было хорошо и это все прекратилось как можно быстрее а на сейчас пока все всем всего хорошего